Винтовка Мосина царского образца, она чуть-чуть, собственно говоря, покороче, потому что это кавалерийская версия винтовки Мосина, чем, собственно говоря, вот эта винтовка Мосина, она вот настолько короче. По идее, царская винтовка Мосина должна быть чуть подлиннее, собственно говоря, в советских личных измерениях она чуть поменьше. Здесь мы можем видеть, это 1916 год, здесь ствольная коробка, она граненая. Здесь уже она простая, штампованная, отшлифованная. Это уже более поздняя винтовка Мосина, уже вот советскими клеймами. Здесь можно разглядеть клеймо Тульского императорского имени Петра Великого оружейного завода, он так тогда назывался, потом стал уже Тульским оружейным заводом, после 1917 года. Соответственно, здесь, конечно, я как уже говорил, карабин Мосина, то есть, короче, кавалерийская, между этими двумя винтовками Мосина разницы никакой нет. Единственное, что вот эта винтовка Мосина, она копанная, ее нашли под Воронежем. То есть, вполне себе участвовала в боях, дерево не от нее, но дерево оригинальное, это орех. Причем дерево от снайперской версии, или вот лежит снайперская версия, но она со складом. Здесь, почему еще очень любопытно, как ни странно, это ложа. И, собственно говоря, все дерево здесь, оно не от винтовки Мосина, оно от маузера карабина. Дело в том, что вот эта винтовка Мосина, она также копанная, но она была в схроне, она, можно сказать, полукопанная. Но дерево все у нее прогнило, поэтому единственное дерево, которое смогли под нее найти, потому что достаточно редко можно встретить дерево именно для карабина, нашли дерево от маузера карабина и прицепились сюда. Оно, в принципе, подходит. Это типа фанера же, да? Это нет, это да, это клееное, оно не цельное особо, но какое было. Здесь цельное, здесь фанера, что нашли, то и сделали, собственно говоря. То есть, ну, потому что остов как-то не особо прилично оставлять.